Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я немного засвидетельствую Когда пастыр сегодня говорил Что мы вместе с ним служили Меня очень сильно удивило тогда Что человек Приехал не человек Он нормально разговаривал Что он был такой огненный И он просто приехал И на вот таком русском И на вот таком русском Можно сказать несовершенном Он проповедовал Евангелие В огне Субтитры создавал DimaTorzok В огне святого духа И не важно что это было Большая церковь Маленькая церковь Он всегда от всего сердца Говорил людям об Субтитры Говорил людям об Иисусе Христи И я даже помню Как мы приехали в одно село Небольшое село Небольшое село Туда пришли Ну знаете как в селе Много бабушек В основном дедушек Молодежи было маловато Холодный такой зал Мы в куртках Мы с яком Вот так славили И я помню Как ваш пастер выбежал И говорит Вы что сидите Мы славим Бога И он прям так дерзновенно это говорил Что все бабушки так встали Там было наверное человек 50 Только неверующих Было может около 80-100 человек И много пришло неверующих И они все встали Я понимаю почему у вас такая церковь Потому что пастер может кого хочешь расшевелить Слава Богу Я вам серьезно говорю Молитесь за своих пастеров Молитесь за пастера Молитесь за его семью И вам будет хорошо Аминь Потому что мы зависим друг от друга Церковь она зависит 50 на 50 Друг от друга Если вы будете молиться за своего пастера Он будет чувствовать больше силы И в этой силе Будет молиться за вас И ваша жизнь будет меняться Аминь До недавнего времени А то есть уже почти 4 года Я переехал в Харьков И стал еще и пастером Я не думал что я буду пастером Но сегодня я являюсь пастером Слава Богу И реально понимаю что это труд Пастера это не то что мы иногда видим просто на сцене Вышел человек Взял микрофон И так еще, знаете, глаза так сделают духовно Аллилуйя Аминь Раньше когда я только покаялся Это был 98 год Интернета не было Кто-то сидит и думает Не может такого никогда не было Как одна девушка спрашивает Кто такой Ленин А, писатель какой-то Люди уже Молодежь, слава Богу Что они не знают кто такой Ленин И вот представьте Такое страшное слово Все Я шучу Это все Нормально Молодец Маса Молодец И Это для молодежи такое Ну слово Знаете Не было интернета Резем Янешим Татс варс Не было мобилок Не было мобилок Ну то есть телефон В кармане Кабатас Всех Представьте В это время Униедомайтесь Шая лаика Были только Эти кассеты Да Были только Татя иераксти Да Видеокассеты Аудиокассеты Видео Аудиокассеты Короче ты переводишь Я забыл что я хотел сказать Хотел такую историю Рассказать Классную Видите Я не привык С переводчиком Давайте еще одну историю Что же я хотел сказать Реально Вырубила Ладно Будем о самом главном Молитесь за своего пастора Это самое главное Что я хотел только что сказать Ту историю Если я вспомню Если она нужна была Я ее расскажу Вот Но сегодня я хотел сказать Очень важную тему Тема называется Мечта Бога Мечта Бога Мечта Бога Мечта Бога Знаете У Бога есть мечты Зините Девам есть мечты Вообще Счастливый человек У которого есть мечты Курам есть мечты Который куда-то идет Который мечтает Который ставит Какие-то цели перед собой Это счастливые люди Безцельные люди Безмертиги Они идут в пустоту Эта пустота Она их разочарует У любого Нас должны быть цели Должны быть мечты И у нашего Бога Тоже есть мечта Аминь Мечта Вот сегодня мы песню пели Где мы говорили Что Он покажет мечту Мне очень нравятся эти слова Там дальше говорится Что на сердце его И вот тут самые главные слова Это есть Спасение Людей Человеку Клабшина А ну просто как одним словом Да Это есть спасение людей Это самая главная мечта Бога Друзья Здесь мы сидим Потому что наш Господь Очень сильно нас возлюбил И у него была мечта Спасти всех Дать надежду каждому человеку И они договорились С Иисусом С Духом Святым С Духом Святым И Иисус согласился Пойти и сделать Это можно сказать Страшное даже дело Умереть за каждого из нас Но это была Божья мечта Вы знаете Иисус Он согласился с Отцом И согласился даже Пойти на мучения Ради каждого из нас Вот из-за этого Мы сидим с вами здесь В церкви Иисуса Христа Аминь Если ты спасен Скажи аминь Нам повезло Это не мы такие Знаете Мудрые такие Как сказать Продуманные Расчетливые Знаете То что мы сидим здесь Это Божья мечта Это Он призвал нас Это Он избрал нас Чтобы мы были спасены И Господь не хочет Чтобы на нас Остановилось спасение Вот ваш пастер Сегодня говорил Что Он хочет Вот эту стену Разломать Потому что Потому что У него Божья мечта То что Людей спасенных Должно быть больше Аминь Если ты в это веришь Скажи громко Аминь Аминь Рига должна быть спасена Аминь 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 В Украине Говорит аминь А у вас говорят аминь Неважно как Самое главное Чтобы это было Истинно так Аминь Латвия Будет спасена И знаете Пока есть люди Которые берут Божью мечту И ложат Своё сердце Рига Будет спасена Аминь Аминь И Знаете Самое главное В этом всем Да Что мы делаем Это Настрой Правильно Себя настроить И Этот Настрой Это Должна быть Наша Вера Вы В Евреям Евреям 11 глава 6 стих Там написано Без веры Богу Угодить Невозможно Без веры Богу Угодить Невозможно Мы Должны В это Верить Знаете Когда я Приехал Только в Харьков Стал Вот Молодым Пастыром Который Никогда Никогда Не был Пастыром Я Своим Людям Так И Сказал Я Говорю Так как Вы Все Новые Тоже Я Говорю Я тоже Новый Пастыр Так что Строго Меня не Судите Говорю Будем вместе Возрастать Во Иисусе Христе И знаете Самое Главное Я всегда Им говорил Неважно Сколько Нас Сидит Важно Во что Мы Верим Аминь Важно Во что Мы Верим Как мы Мыслим Так мы Живем Во что Мы Верим Вот там Мы Будем Потому что В первом Стихе В этой главе Евреям 11 глава Написано Вера Жи Есть И Сразу Такое Слово Осуществление Ожидаемого И Уверенность В невидимом Аминь Без веры Богу Угодить Невозможно Очень важно Во что Мы верим Завтра Мы там Будем Потому что Для Бога Нету Ничего Невозможного Все Помогу Силой Возлюбившего Аминь Мы Все Сможем С Ним Мы Все Сможем С Ним Но самое Главное Чтобы мы Верили Верили Когда ты Слышишь Твой Пастыр Выходит И говорит Что мы Уберем Сцену И у нас Будет Зал на Тысячу Человек Ты просто Должен Верить Вместе С пастыром И вы Увидите Чудо То что Ваша Церковь Это уже Чудо Потому что Когда-то Пастыр Поверил Поверил Богу Даже не просто Людям Он поверил Богу И сегодня Мы здесь Сидим Сегодня Здесь Такое Замечательное Собрание Это Вера Это Вера Это Вера Только Верой Можно Приехать В другую Страну Говорить Плохо На Русский По Русскому И Видеть Чудеса Это Вера Мы Должны Верить Скажи Кому-то Рядом Скажи Тебе Нужно Верить Тебе Нужно Верить Чтобы Видеть Чудо Нужно Верить Чтобы Быть Исцеленным Нужно Верить Чтобы И ходить В радости Нужно Верить Аминь Чтобы Увидеть Как Проклятие Рухнут Нужно Верить 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 вера это не эмоции когда мы стояли в Москве и ждали свой самолет была очень плохая погода шел дождь я тогда на самолетах еще не часто летал и я испугался как мы взлетим вообще такая погода идет дождь все так мрачно как всегда в жизни бывает ты сегодня на служении верил так радовался пастыр тебя вдохновил но ты вышел и пришел к себе домой а там вот такая погода как в аэропорту и ты это увидел и вот согласитесь друзья есть такая сразу мысль Бог меня не слышит вот он всех слышит но меня не слышит но мне все плохо я только что молился за всеми славил Бога пришел домой а у меня родители пьяные почему они еще не изменились я помню я после церкви приходил я вообще из бывших наркоманов когда-то давно в другой жизни это была реально другая жизнь до 98 года я был наркоман разбитый разочарованный разрушенный самое плохое слово скажи какое есть это будет как раз я уже не говорю как у нас говорят не буду это слово говорить ну что вообще вообще все на букву К и знаете был полностью разрушенный и потом пришел в церковь и Господь чудесным образом начал действовать в моем сердце в моем разуме в моей жизни он начал все менять я даже видел как дьявол ко мне подходит через разных старых друзей и предлагает мне наркотики бесплатно мне предлагал такой друг наркотики у которого никогда ничего нельзя выпросить было он ко мне подошел знаете я прям увидел что это дьявол потому что он никогда мне ничего не давал и никому ничего не давал он был жадный жлоб еще так говорят по-простонародному жаба вот такой был ну примерно вот представьте он мне подходит и говорит у меня вот здесь деньги вот здесь трава шала шала ганджубас конопля кто как называет и говорит у меня еще есть точка где мы можем пойти потом и уколотся короче знаете это для наркомана это вообще рай тебе предложили рай сразу на земле ты на земле будешь сегодня в раю потому что все пошли выпили покурили укололись что еще надо для наркоманов завтра все изменится ну как всегда он наркоман ничего все вот завтра все изменю все на работу буду нормально жить я буду спортсменом когда-то все я все изменю в жизни пока под наркотиками на следующий утро просыпайся никаких спортсменов никакой работы зачем надо бежать за дозой вот как-то они достают эти дозы вот мы так должны Богу служить как знаете говорят в христианстве часто говорят я там был и бандит и все тут всю Ригу держал все меня боялись потом я пришел в церковь и все но подобие все все теперь ничего вообще никто ничего что как знаете у нас конференция я не знаю если поймете конечно эту шутку но я думаю поймете конференция Рипцентров у нас есть и знаете у старых наркоманов есть такое ну кто там больше кололся они этим где-то гордятся еще кто еще не сильно изменился вот только-только пришли в церковь там дозами какими-то там гордятся и одна девушка вышла и говори я там кололась там там пять лет там умирала а кто та зала сидит ее какой-то там во дворе они вместе жили друг и он так говорит Ленка что ты там кололась а она говорит ей так как бы стала так возмутима возмутилась она и она да я так кололась дай бог всем так колотся дай бог всем так колотся мне понравилось еще когда там Максим Максимов рассказывал у них этих старых наркоманов там где ты сидел у них свои понимания они там жизнь всю как бы вкусили и Максим Максимов когда ты сидел в зале и тоже какая-то конференция была там свидетельств много вот таких бывших всяких наркоманов и все там выходили свидетельствовали один за одним и потом говорят а теперь вот там пастор Максим Максимов выйдите там тоже что-то скажите нам и он такой вышел и говорит братья и сестры приветствую вас я никогда не сидел не кололся я говорит ДВР дети верующих родителей с детства верующих этого не попробовал вообще и кто-то с зала такой сидит знаете и такой говорит ничего Бог и таких любит ничего мол не стесняйся не стесняйся Бог и таких любит нормально рассказывать так вот вот такие вещи знаете когда я сам пришел в церковь я видел вообще как дьявол хочет сбить тебя с этого пути но знаете друзья нам нужно верить и поверь Бог будет очень сильно могущественно действовать в наших жизнях твой дом будет спасен твои родные будут спасены друзья я за что говорю что я приходил домой вот я покаялся мне так все нравилось мне показалось что у меня крылья выросли я просто начал летать от счастья у меня появилось много новых друзей я иногда просто приходил в церковь вот так садился и вот так знакомился со всеми чтобы пообщаться еще больше о Боге и знаете это это было так чудесно и было например какое-то служение классно сильная молитва вечер поклонения какое-то у нас у нас вообще каждое служение был вечер поклонения я всегда прикасался к Богу Бог так был близко и представьте я приходил домой у меня отчим он шахтер он шахтер он шахтер они любят любят выпить представьте я вот с такого состояния но в таком состоянии с церкви такой счастливый бегу домой на крыльях любви Иисуса Христа так открываю свою дверь открывается дверь и там такая вонь знаете когда выпивают люди закусывают потом оно все падает начинает курят все и там такая вонь и песня такая еще они все в тональность никто не попадает знаете ты так секуешь и вот такой знаете у меня квартира разделялась на две квартиры одна над облаком другая под облаком потому что они курили так много что квартира разделялась на две части я так заходил и можно было петь песню Алу Пугачевой как она в дыму там ходит как эта песня была ну про веру веру он хотел сразу я слышал как он говорит ну и что и что ты молишься вот все вот вот это твое твоя судьба слышали такое выражение да как говорят наверное судьба у меня такая алкоголиком несчастным разводиться постоянно такая судьба карма такая у меня это брехня это ложь дьявола Бог сотворил тебя чтобы ты был счастливым аминь чтобы твоя семья была счастливой аминь бог тебя любит он твой отец он такой отец который никогда не позволит чтобы ты был несчастным аминь ему хочется чтобы ты был счастливым и знаете что такое вера я вот так приходил в эту квартиру в этом дыму в этой всей атмосфере я уходил в спальню закрывал двери становился на колени и просто говорил бог так не будет я не верю вот в это я верю что они будут со мной ходить церковь они веруют в иисуса христа я иногда просто плакал за них вот так и говорил помилуй господь нашу семью пусть всякий дух алкоголя уйдет как ты освободил меня от наркотиков освободи их от алкоголя пусть они станут счастливыми вера она не смотрит на обстоятельства вера она смотрит на то что говорит господь а господь сказал спасешься ты спасешься весь твой дом написано я и думай мы будем служить господу аминь знаете какое сейчас чудо произошло два года назад мама моя она пришла где-то через месяц четыре после того как я покаялся пришла очень интересно я не молюсь вот так постоянно я она пьяная подходит ко мне и говорит я иду с тобой в церковь я иду с тобой в церковь сегодня так вот так глас здравствуй сыночек я так на нее смотрю а у нас представьте я уже не могу представьте а у нас понедельник когда она захотела двухчасовая молитва у нас двух стунд лук знаете какая вот такая щит щит раба сит раба хат раба щит раба сар раба спаси этот город дай здание бог дай вам свое здание вот такие молитвы два часа я думал если она придет на такую молитву она никогда больше в церковь не придет она испугается ты молишься за маму она подходит тебе говорит я иду с тобой в церковь для любого христианина это сразу ура а я ей говорю мам сегодня не надо я представил что она придется услышать эту просто там такие львы все ладно на русском бы молились на латвийском она хотя бы понимала что иностранный язык что она она Два часа. Два часа. У него волосы дыбом станут. Я думаю, что он будет выходить. Я думаю, что он будет стоять. Я думаю, что он будет отрезвен. Я думаю, что он будет отрезвен. Я думаю, что сразу трезвая станет бросить пить. Но в церковь никогда не придет. Чисто Бог освободил. Страхом. Постоянно прическа, как укусим с нами. Я говорю, мам, не, не надо. Сегодня не надо. Я говорю, завтра у нас домашняя группа. Там вот такая атмосфера. Там говорят на русском все. Мы там можем чай пить. Мы тут можем общаться. Там будет небольшое классное слово. Мы за тебя помолимся. Это будет вот так. Она говорит, я иду сегодня. Я говорю, мам, пожалуйста, не сегодня. Пожалуйста, Христом Богом молю. Лудзу, я искриваю сварда. Вот. Мамулечка, люблю тебя. Мамит, милуй тебя. Спаси и сохрани, Господь. Не попасть, чтобы тебе на эту молитву. Ну, я поняла. Знаете, вот, мы иногда думаем человеческими мозгами. Малился. Я лудзу. Верил. Ты цей. Кричал за них. Я раудаю про них. Просто, как написано, это, примимый вопль вообще, Господь. Плакал перед Богом за них. Я раудаю Деву прекшу. Мама говорит, я иду с тобой в церковь. Я говорю, не сегодня. Представьте, я уже ухожу с дома. Она идет за мной. С этим глазом еще, знаете, такая. Знаете, как алкоголики. Еще они так танцуют. Она идет за мной. Я уже мамуль. Говорю, пожалуйста. Я просто тебя люблю. Почему так тебе говорю? Она все равно идет за мной. Она идет за мной. Уже мужли так далеко. Ну, город перштрэнский маленький. Там до церкви там 5 минут 10 идти. Туда лидз драузей 5-10 минут. Ну, она идет за мной. У меня иет, и иет из манес. Я уже так поверачиваюсь, знаете. Я уже погрежу с тобой. Знаете, как бывает, как ты вышел с дома, с тобой собачка твоя бежит. Зините, как мне это было? Ты уже такой, фуууууууу. Она так и побежала домой, знаете. Уже маму поверачиваюсь. Говорю, мама. Я погрежусь по маме. Фуууу. Ты нельзя так, говорю. Ну, ты послушай меня. Нетрігст. Класси. Говорю, ну, куда ты идешь? Я говорю, куда ты ешь? Знаете, что я услышал? Узнете, что я садзердаю? Дух Святой через нее проговорил. Мне, который за нее верил, молился, плакал, кричал. И он говорит через нее, ты что меня не пускаешь в церковь? Она так мне сказала, меня осенило вообще. Я реально стою в городе вот так. Думаю, я за нее четыре месяца молюсь уже каждый день вот так с утра до вечера. Она идет в церковь. А я ей говорю, нет. Я думаю, как сатана вообще. Иду на молитву, а сам как сатана. Я просто все понял. Я говорю, мама, пошли в церковь. Будь, что будет. Была, не была. Помилуй сохрани. И мы пошли. И он пошел. Это у нас один парень пел песню. Говорит. Давай спою, потом ты споешь. Я как бы дома сидел, пел. И он говорит, я решил поехать на библейскую школу. Но ко мне подошел дьявол и сказал, не едь на библейскую школу. А я ему сказал, да пошел ты. И он пошел. Такая, знаете, такая песня. А я так повернулся к нему, к дьяволу и сказал, да пошел ты. И такая, припев такой, и он пошел. Мюзикл такой, знаете. Я хотел поехать на библейскую школу. Но тут ко мне подошел дьявол. Жаль, ты такая, да песня. Давай, теперь ты поехал. Я хотел поехать на библейскую школу. А я повернулся к нему. А я повернулся к нему. А я сказал, да пошел ты. Он пошел. И он пошел. Он винчайзгай. Видите, мы все таланты. Так что, друзья, вы знаете, когда, вот, я скажу, когда мама пришла в церковь. Я думал мозгами, что она не поймет. Я думал мозгами, что она не поймет. Но она зашла к служителю. С ней пообщались. Она сокрушилась. Она вышла вся в слезах вообще. Трезвая. Она реально отрезвела. Чудом. И она вот так плачет. И говорит, почему я раньше не пришла в такую хорошую церковь. И говорит, почему я раньше не пришла в такую хорошую церковь. Он был 10-11 год. А вот отчим, шахтер. Поняли, да? Ну, именно, любит выпить. Он, представьте, пришел через 10 лет только в церковь. Я сам за него тоже молился всегда. Но иногда я думал. Такое сомнение приходило. И я так думал. Ну, кто-то же идет в ад. Думаю, может, он один из них. Ну, кто идет. Ну, что он не понимает ничего. Ну, он ничего не понимает. Я ему говорю. Я молюсь за него. Я лудзу про него. Мы даже там и боролись с ним. Он там нападал иногда. Мы подзинялись про него. Приходилось его там иногда так, ну, утешать. Я как утешитель. И знаете, было что угодно. И ругались, и то, и все. Вискалка сербийц. Мы страдали. Вот он не шел, и все. У меня даже, представьте, такое мысль таки залетали. Но, может, перестать за него молиться. Может, он просто должен идти в ад. Может, он просто должен идти в ад. Ну, знаешь, никогда не переставая молиться. Никогда не переставая верить. Как бы ты ни чувствовал. Что бы ты ни видел. Верь. Господу. Так, как он сказал. Несмотри на видимое. Смотри на невидимое слово Божье. И он спасет всех твоих родных. Знаете, какое сейчас чудо произошло. Два года назад. Они обои уже ходили в церковь. Я их не узнавал. Им обоим около 55 лет. Маме, папе, ну, около ряда. Знаете, они как дети стали. Они начали друг другу крестики дарить. Я прихожу к маме. Она говорит, а ты знаешь, что папе сегодня подарил? Он сказал, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь сегодня? Библию. Библию. С золотыми страницами. Ар зелтой лапами. Он теперь ходит с ней всегда. Он теперь ходит с ней всегда. 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 Он говорит, что везде с ней ходит. Он в банне, говорит, долго теперь больше купается. Ну, что он там с Библией. Тут откисает все. Тут именно мудрость приходит. И он говорит постоянно с ней. Я смотрел на них. Это другие люди вообще. Они бросили курить. И однажды я даже пришел к маме. Она уже покаялась. А курить еще не бросил. И у нее очень сильно там что-то, как язва, ну, язва была вообще. Очень серьезно. Ей вообще надо было делать операцию. Потому что у нее было пару приступов таких. Когда она реально чуть не умерла. И мне даже брат звонил в слезах. И говорил, быстрее беги домой. Мама умирает. Вот так у нее были такие приступы. Но я пришел однажды к ней. Я сказал, последнее, что тебе нужно сделать. Я сейчас за тебя молюсь. И ты бросаешь курить. Это решение. Это твоя вера. Я говорю, ты полностью будешь исцелена. Она послушала меня. И сделала это. Она полностью исцелена. Она сейчас ест все, что хочешь. Пирчоная, соленая, жареная. И все хорошо. Аминь. И самое большое чудо. Они подружились с одним пастором. Они подружились с одним пастором. Который с нашего города, с Пиршатраинска. Ездил в другой город. Маленький городок тоже. Даже как такой поселок городского типа. И он там служил. И он говорит, поехали со мной, поможете там мне что-то. Они раз съездили. Второй раз съездили. А потом мне говорят. Мы уезжаем. С Пиршатраинска. Миссионерами. В 55 лет. Ты тогда молодежь. Ну, трудно вытолкнуть куда-то там служение. Пожилые уже люди, взрослые. Говорят, мы уезжаем в село. Служить Господу. И они сейчас переехали. Купили себе там домик. И ходят по больницам. Во всяким там, ну, квартирам. И проповедуют Евангелие. И это чудо. Чудо. Когда люди погибали вообще. У них не было вообще никаких шансов. С той жизнью, как они жили. Но сегодня они не просто погибли. Не просто умерли в грехе. Они служат Богу. Они оставили все вообще. И поехали в другой поселок. И помогают там пастеру. И служат Богу. Знаете, кто мой батя? Он лидер РИП-центра. Официальный лидер РИП-центра. Его пастор приехал и помазал его пастор. Я вообще смотрю на это все. И я понимаю, что Бог всемогущий. И Он хочет спасать. Он вчера. Сегодня. И вовеки тот же. И знаете, что самое главное я хотел сказать? Это деяние. Это деяние. Тринадцатая глава. Знаете, вера — это такой настрой. Знаете, настрой на победу. Настрой себя на победу. Не настраивай на поражение. Не настраивай на сомнение. Ну, может быть, если получится. Знаете, это сомнение. Дьявол хочет этим нас остановить. Бог хочет, чтобы мы верили. И настрой у нас был серьезный. Аминь. Вот я, например, верю, что у вас получится. То, что у вас пастор верующий. Сто процентов команда верующая, судя по всему, что мы видим. И вы все верующие. И у вас получится. И у вас скоро будет тысяча человек. Потому что вера раздвигает горы. Убирает стены. Аминь. Аминь. И знаете, давайте воздадим славу Господу. Смотрите. Очень важно. Я часто тоже проповедую о поклонении. Одно из золотых стихов. Это вот Деяния 13.22. И тут написано. Шеет и ракстится. Отринув его, поставил им царем Давида. То отметис. Винч тем я цела Давиду. О котором сказал. Там Винч арилец надом соцел. Свидетельствуя. А ты уже сказал? Нашел я мужа по сердцу моему. Знаете, для меня это очень золотые слова. Очень ценные слова. Нашел я мужа по сердцу своим. И знаете, Бог не нашел Давида. Потому что он был такой красавчик. Или Богу понравились его такие пейсики. Знаете, он так идет, они как пружинки. Вот, вот, вот. Или вот эта шляпа еврейская. И Бог думает, ну как круто вообще. Он так ходил элегантно. Знаете, такое. Знаете, вот Бог не за это все его полюбил. Даже когда. Я забываю про тебя. Даже когда. Под тогда. Ты сказал? Даже когда пришел пророк. Под тогда, когда правец отнается. В семью Иисея. Иисея. Димене. Отца Давида. Давида, тэва, димене. Он увидел первого сына. Винча иродзе первого дэта. Тот был такой красавчик. В костюме. Узвелка. Наверное, Versace. Versace. Только тогда первый был костюм. Тот был первой, пац первой. Кожаная такая сумка. Он так стоял. Такой взгляд у него был. Знаете. Ада сумма. Он так скатается. Серьезный такой. Который смотрит вдаль. Каскатается талома. Он не видит людей. Он смотрит вдаль. Он смотрит вдаль. И что, так знаете, у него часы, видать, были хорошие. Он так стоял вот так. У нем татая слабская пулксина. Сколько времени? Цикер лайкс? Брат, брат, подожди. Чтоб все увидели часы. Знаете. Такой был. Который вот любит, чтоб все все увидели. Какой он. Он так ходил. Знаете. Если его приглашали на сцену, он выходил. Такой походкой. Знаете. Чтоб все его увидели. Сказали. Какой человек. Знаете. Бога, когда его увидел. Знаете. Когда Девы увидели. Он пророку сказал. Говорит. Это не он. Это не он. Я не смотрю на вид лица. Я не смотрю на вид лица. Знаете. Особенно сейчас вот это движение. Знаете. Есть такое. Духомания. Я не говорю там о помазании. Гарии кустива. Я не знаю. О духе святом. Пар святу гару. Когда он реально приходит. В радости. В разных, в разных таких проявлениях. Хороших. Да. Есть такие. Знаете. Но есть такие. Тады святы гаруи изпосмы. Знаете. Я все слушаю по плодам. Однажды был в России. И сидел на одном собрании. Там был вечер поклонений. Мы очень сильно прославили. Там вся церковь просто вот так. Все как один танцевали. Все были мокли. Мы часа три просто пели, танцевали, поклонялись. И там был один брат, когда приехал из Екатеринбурга. И там был какой-то бралис, отброс на Екатеринбургу. Знаете, он был такой весь. И там. И там. Я не против. Я даже уж так подумал, что они духовные вообще. Он там только. Аллилуйя. И там. И там. Подождите, не говорите больше это слово. Мы уже сели вот так все, как нормальные люди сидим. Ну вот как вы сейчас на проповеде. Но я где-то вот тут, например, сижу. А он тут где-то с краю. Этот проповедник выходит там, и он такой тоже горячий. И он там. Иисус сказал, такой кричит. И этот брат всегда, когда вот что-то такое эмоционально, он. Он так вставал. И просто там. В шоке. Я думал, то скорую вызывать может. Или что случилось. Я думаю, что он подрывался там, знаете, так с места там. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот такой, знаете. Я уже думаю, когда я уже вырасту духовно. Почему я такой не духовный? Я не чувствую ничего. Я только слышу слово как-то. Господи, помоги. Как говорил этот. Помоги моему неверию. А в конце еще. Я зашел на сцену, там гитару забрать. И он подошел так ко мне. Пастор Алексей, помолитесь за меня. Вообще такое помазание. Помолитесь вообще. Мне нужно ваше помазание. Ну я так, как в простоте, так руку поднял просто. Еще даже не дотронулся. Ой, короче, улетел куда-то в колонке. Перевернулся. В шнурах там весь лежит, где-то в ябе там. И он лежит. Я понимаю, что ему больно даже. Все, что он головой в колонку удалился. А он так лежит, так и так. И такой мне говорит. Подожди, сейчас. А я ему говорю, хватит. С тебя хватит. Ты что, это нормальная доза для тебя. Ты что, не дай бог, сейчас еще я до тебя дотронусь. Ты вообще стены начнешь рушить тут. Братья и сестры, но самое главное. Было просто на таком банкетике. Где там пришли много пасторов, ну, разных служителей. И этот брат пришел. Знаете, почему я понимаю, что человек общается с Духом Святым? Или он просто вот вид только делает. Я с ним начал разговаривать. Я говорю, ты с какой церкви? Он говорит, со Вселенской. Мне сразу становится страшно. Вселенская церковь, это церковь эгоистов. И безответственных людей. Потому что тебе никто ничего никогда не скажет. Знаешь, когда у тебя есть пастор, он может тебе и хорошее что-то сказать. А может, где-то тебя обличить и сказать, неправильно ты делаешь. И это нормально. Это как родитель. Ты можешь похвалить детей. А можешь наругать детей. Это нормально. Когда мы чувствуем ответственность. И для меня уже стало страшно. Я говорю, а где сейчас? Он говорит, ну, сейчас там вот там-то, там-то. Я говорю, как служишь там? Кто ты, где ты, что ты? Он говорит, да никто пока. Я так только Духа Святого ощущаю. Я говорю, у меня служение Духа Святого. Я его не понимаю, такое служение. Я говорю, конкретно, что ты делаешь. Конкретно, что ты делаешь? Ну, например, я говорю, прославляю. Я говорю, ну, еще я пастор церкви. А я знаю людей, они там лидеры домашней группы. А кто-то помощник. А кто-то детям служит. Кто-то молодежи служит. Кто-то за пультом сидит. Кто-то на гитаре играет. Я говорю, я понимаю, вот в таких вещах к служению. А служение просто Духа Святого. Вот такого. Что-то я, говорю, сильно как-то не видел еще такого служения. Говорю, у тебя служение, а ты на сцену, да, выходишь? Зажигаю всех. Я говорю, а тебе сколько лет? Он говорит, 37. Я говорю, о, мы с тобой одногодки. Я говорю, а что там жена, детки, как поживают? Он говорит, у меня нет семьи. И вот, знаете, вот в итоге поговорили с человеком. А у него просто сплошная проблема в жизни. У него ничего нету. Ну, как бы, как-то такая вера, знаете, я вроде верю в Бога, но Бога вообще нету в моей жизни. Как-то странно, согласитесь. Как один парень подошел? К моему пастеру. Тищенка Андрей Георгиевич у нас епископ, пастер. И говорит, пастер Андрей. Он говорит, мы немного не туда пошли. Он тоже такой, знаете, вот такой. Вот такой. Говорит, мы должны быть в любви Отца. Чтобы каждый день отец тебя обнимал. И ты вот так в любви Отца именно. Знаете, был раньше наркоманом опиумным. Санненько был опиумным. А теперь стал таким духовным, знаете, наркоманом. Я ничего не делаю, я просто... Любви Отца. Некого не дар, венкарш, Тэва милостива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У вас нормальная церковь Я не видел таких Все нормальные И знаете, я против из-за того, что Они говорят, только Духа Святого чувствуют Знаете, и вроде как пастор Знаете, как будто Бог, он чуть-чуть в себе разделился Как будто Бог шизофреник Он говорит, я поставил пасторов А потом к тебе подходит И говорит Ты его только не слушай Меня только слушай Он так часто выглядит Ты не слушай его Он человек Меня слушай Духа Святого Это всю жизнь такое будет И жизнь такая, как пар Лучше по-нормальному верить Быть в единстве с пастором В единстве со своей церковью Занимает какое-то служение Даже самое маленькое И вот Что такое вера, да? Брат мне вот рассказал один Который воскрес реально Это вообще смешная история Начинать Короче, он умирал Реально умирал Он даже говорит, что Иисуса видел Ну свет такой И он говорит Я услышал, вот в этом всем свете Реально уже был в горячке В такой Худой, худой вообще У него были какие-то там болячки Не помню даже какие Их там десятки было И вот в этом свете он услышал Ты будешь жить К нему пришли братья И начали проповедовать ему Иван Прямо домой к нему пришли Знаете, братья и сестры Которые к нему пришли Они ему проповедовали И он покаялся И они ушли Знаете, как бывает Когда ты вот увидел Такую же проблему У тебя У тебя как у христианина Даже такая мысль возникает Что? Ну хотя бы покаялся Согласитесь Ну когда вообще уже человек уже Ты уже говоришь Ты тоже веришь в исцеление Но когда ты видишь уже Он реально почти труп уже Все, он умирает Врачи сказали Врачи сказали Максимум две недели Мама знает, что он умрет Смотрите, такая ситуация Понятно, эти христиане Молодые ребята Они вышли И говорят Слава Богу Хотя бы покаялся Даже если вдруг Даже если вдруг Он не исцелится По крайней мере Покаялся И вот так они служат Как всегда в церкви Все Живут И вот так где-то Как забыли даже про него И через дней пять Они вспоминают Как же наш там брат Вот этот Пошлите к нему сходим Хотя бы если вдруг Даже что-то случилось Там Маму поддержим Просто они приходят к нему Стучат Он открывается дверь Мама говорит Заходите быстрее Идите Он говорит Вас зовет Он уже на кровати И он уже встает на кровати И он говорит Ребята Хочу креститься Ну что Креститься хочу Так один брат Сребцентра Немножко все испортил Но он крестился И не умер И до сих пор Служит Богу Просто он налил Горячую воду Холодную забыл Открыть Я не представляю Тебя Принесли Ну что Славик Ты готов Он да Бульк И он оттуда Выскочил Ходить сразу начал Они что такое Давай И заталкивают его туда И кто-то Нечаянно Руку в ладу Засунул Ааа И этому брату Говорит Ты что сделал Он весь красный стоит Спасибо вам Братья и сестры Но он все равно Остался благодарный Потому что он Воскрес реально И до сих пор Служит Богу Я помню Я помню Когда он подошел В одной церкви И сказал Я хочу служить Богу Что мне делать Я говорю Я очень близко к музыке Я люблю музыку Слушать Дома аппарат Потому что для всех музыкантов Потому что для всех музыкантов Особенно когда нету Здания своего Это чудо Когда появляются Такие верующие И они сказали ему Давай приходи Он за два часа раньше Приходил на служение И таскал аппаратуру Вместе со всеми И Бог его благословил И благословляет до сих пор Он служит Господу Помогает сейчас одному пастеру Тоже в городе В Украине Знаете Вера Это действие Вот я сейчас хочу сказать Самое главное слово В этом стихе Как мы уже говорили Что Бог не просто Давида там увидел Как-то просто По-человечески По плоти Человеческими глазами Он увидел его сердце Знаете Что в этом сердце было И за что Бог сказал Нашел я Человека По сердцу Майему Потому что Самое главное слово Бог сказал Он исполнит Поклонение Это не просто песни Поклонение Это когда мы говорим Богу Да Когда мы берем Какую-то ответственность Пусть маленькую Какую-то Но мы начинаем Мы становимся Частью церкви Мы начинаем Хоть что-то делать И знаете Как в Библии написано Верных малом Бог поставит Над большим Он говорит Он исполнит Он исполнит Вот что для Бога Самое главное Песня Это не просто Две быстрые и медляк Как один брат сказал Давайте две быстрые и медляк Как один брат сказал Ну Двы с атрасом Мы когда-то были В Бахчисарае В Криму Была палатка Евангелизационная И мы прославляли Бога Ждали много новых людей Но там было Но тоже нормально Людей верующих Но эти верующие Они были очень Такие религиозные Такие знаете Может надо было Оттуда Того брата привезти Чтоб он всех Оооо Там Чтоб хотя бы разряжало Хотя бы Хоть какое-то Служение у него Было Разряжать обстановку Чтоб все так Хотя бы на него Смотрели И мы уже Пойм знаете прославляем так сильно просто как можем но все именно такие вообще сонны и я уже у так пою у меня вот эти жилы уже знаете они от напряжения же так уже вылезли их уже вижу как могу же все музыканты мы играем не цепляет что-то не прет что-то сегодня прославление какое-то все иногда уповают на прославление знаете так станут а ну а ну да о чуть-чуть есть а не до конца не зацепила как-то вывод не чуть-чуть так раз и все и два хлопка я еще хватило меня эти ты должен сюда приходить вместе с прославлением славить бога от своего сердца как давид говорил готово сердце моё буду славить тебя аминь прославление нам помогает но ты должен свое сердце открыть не уповай просто на группу прославление уповай на господа из эти в это время забегают две девчонки это были супер девчонки они вот такие как начали танцевать я такой счастливый я еще больше начал тоже славит такой уже люди смотрю так начинают как бы немножко шевелиться но эти они смотрят кто-то танцует уже им стыдно что они стоят начинают по чуть-чуть знаете вот это христианский танец такой знаете хотя бы такой это как одна сестра пришла на день рождения а там в основном все не верующие они все выпили и говорят давайте танцевать музыка пошла и все же там по-современному там начали там танцевать и сестра стоит кстати она три года уже в церковь ходит наверное понимает что она танцевать не умеет и она этот христианский танец классика классика жанра самый классический христианский танец не умеешь танцевать еще такое лицо знаете такое что это все это сцепило немного человека и эти девчонки так танцуют я такой рад и думаю фуу это все мое время с дейо я так прячься по лечке хотя бы пару но лидеров каких-то думаю прибежали славят бога молодцы думаю ну из пара из лидера отскрежешься славе и потом мы начали поклоняться и там сакам пилогт и там стоял этот пастер церкви который там был уже в бакчисарай и он такой стал тоже поклоняется еще как сейчас помню песня была сердце чистое затвори вам нетом реки воды живой и прям вот ну реально такая она еще тогда тогда эта песня была прям вот на высоте и так вот реально бог пришел прям вот такая атмосфера была хорошая этот пастор так стоит поклоняется поет такой стук ему знаете по плечу он так глаза открывает а там одна из этих девчонок так стоит и так по классике знаете как раньше такая можно пригласить вас на медленный танец а эти девчонки вообще были неверующие они шли с какой-то свадьбы похмелялись там и бог их послал вот так всю церковь развеселить а то церковь была грустнее чем грешники сейчас вас даже грешники веселить начнут чтобы хотя бы хоть начали хоть чуть-чуть меня там славить этот пастор такой стоит в шоке знаете его на медленный танец церковь пригласили ой ты шо ось как новомосковский к нам приехал с англии но вы так не делайте это в тот момент может и помогло этой девушке но я просто никогда такого не видел говорит вы хотите у кого там душа как-то раненая вы как-то плохо себя чувствуете обиды непрощение и там вышли люди прям на сцену и один пастор там с англии он хотел за них молиться а мы в это время мы в это время поем это я поклонюсь тебе всей жизнью моя такая серьезная песня прям вообще любовь любовью знаете такую песню такая песня серьезная так все поклонение такое и он там что-то начал молиться за людей раз за одного помолился за другого раз девушка стоит она такая стоит у нее слезы такие и он такой за нее начинает молиться потом такой раз там что-то ей сказал она что-то ему сказал и он так берет ее раз как на медленный танец и они начинают танцевать на сцене вся церковь стоит в шоке и на сцене пастор церкви с сестрой из этой церкви танцует медленный танец я поклонюсь тебе всей жизнью знаете может это такой метод я не говорю никому повторять но эта девушка развеселила и ушла вообще довольна может это вот для нее так надо было ну я сам один раз в жизни такое видел я говорю о чем что песни это это не самый главный смысл поклонения самый главный смысл поклонения это наше сердце как бог говорит он исполнит мои желания вот что богу надо он хочет чтобы были делать или не просто деятели не просто деятели а делателли которые скажут я буду помогать своему пастору я люблю свою церковь я буду молиться за свою церковь я буду молиться за своего пастора за своего лидера я буду делать все что мне скажут делать вот это настоящее поклонение вот отсюда начинается поклонение когда ты так живешь тогда и песни твои если ты даже левит они станут помазаны во всей церкви в церкви атмосфера будет меняться все больше и больше потому что богу нужны не просто песни ему нужно чтобы мы исполнили его желания и самое главное его желание это спасение людей меня это проповедь родилась когда я слушал одного пастора у нас молитвы проходят весной молитва все украинское все наши движения собирается там вот кто в Украине там в России наши церкви и мы собираемся на стадионе и поклоняемся богу молимся за страну за спасение за разрушение проклятий и знаете это божья мечта и мы постелись перед этим и к нам пришел такой хороший проповедник который приехал учить на библейскую школу это был кстати еврейский пастор это был еврейский пастор аравин как у них говорят Борис Саулович его не все кстати понимают сразу с первого раза но он очень помазан и очень мудрый и знаете меня очень сильно зацепили его слова он говорит я был на одной конференции где-то я не знаю в Чехословакии вроде в Чехии в Чехии а ну Чехия вот и он говорит я был на конференции там было очень много лидеров и говорит что я увидел он говорит что церкви мертвы люди вообще никакие когда прославляют они уже забыли что такое славить Бога от всего сердца все такие уставшие какие-то разбиты и говорит я получил такое откровение что люди сосредоточены на себе что такое поклонение это когда я не своей мечтой живу а живу мечтой Бога если ты будешь своими мечтами жить да чего ты достигнешь ты купишь себе квартиру машину может денег будешь хорошо зарабатывать но ты можешь быть внутри несчастным Стив Джобс который основатель компании Apple сейчас на данный момент компания Apple стоит больше более триллиона долларов ну это понятно это сумма которую мы не можем понять сколько это денег ну это наверное как я не знаю сколько это денег наверное как вот этот зал забитый весь деньгами если не больше даже больше понимаете сколько денег у человека а знаете что в Библии написано жизнь человека не зависит от изобилия его имения жизнь человека зависит от Господа счастливым нас может только сделать Бог мы здесь сидим потому что Иисус однажды на коленях в Симанском саду вот так встал и сказал да будет воля твоя у него может свои мысли были он говорит да минет меня чаша сия я не хочу идти на Голговский крест но он сказал да будет воля твоя братья и сестры вот из-за этих слов мы сегодня сидим здесь если бы Иисус не согласился мы бы могли здесь не сидеть мы все должны висеть на Голговском кресте но благодаря Иисусу Христу и вот этим словам да будет воля твоя мы сегодня спасены мы сегодня сидим здесь и я верю и сегодня мы сейчас помолимся чтобы каждый из нас он был носителем Божьей мечты потому что Стив Джобс он великий вообще реформатор вот таких инновационных каких-то вещей но он умер с триллионом долларов может тогда было меньше но он умер от рака потому что деньги не делают людей счастливыми деньги не сделают тебя счастливым но с Богом у тебя будет все потому что Бог он благословляющий Бог но самое главное чтобы материальные вещи земные вещи они не перевесили Божьи вещи Божьи мечты Божьи цели давайте поднимемся чтобы помолиться вместе я верю что Дух Святой он может переплавлять сердца и у вас вообще замечательная церковь у вас светлые лица видно что вы жаждете что вы ищите и пусть Господь вложит в каждое сердце свои мечты и братья и сестры еще такую вещь скажу очень важную я вам скажу что больше всего в твою жизнь Бог будет говорить через твоего пастера знаете иногда часто люди так улетают в эту такую духовность я вам скажу духовность это хорошо но иногда люди уходят в обочину я вам скажу я вам скажу моя жизнь все цело изменена была Богом и до сих пор меняется и в основном Господь говорит в мою жизнь через моего пастера Бог специально ставит людей чтобы говорить в твою жизнь чтобы говорить в твою жизнь ставит вот этих моисеев которые будут вести Божий народ туда куда Бог хочет это я говорю чтобы знаете мы не жили в каких-то иллюзиях и больше всего Бог вложит свою мечту в твою сердце через твоего пастера и через твою церковь знаете однажды я покаялся вот в такой же церкви как у вас я был патч вообще наркоман никому не нужный и когда я покаялся я слушал эти слова через моего пастера через вот в церкви эти проповеди Бог начал изменять мое мышление изменять мое сердце и Он начал влаживать в мое сердце свои мечты и первое что Он сказал в мое сердце прославляющих меня я прославлю прославляющих меня я прославлю я не понимал эти слова но я оставался верным я понимал я одно что сказал Богу я говорю да я согласен я не хочу жить для себя я хочу жить чтобы вся моя жизнь прославляла тебя мои дела моя семья моя церковь мое служение чтобы это все прославляло тебя вы знаете однажды я сидел с помазанным человеком и мы смотрели проповеди это была проповеди Бенихина на стадионе я смотрел этот маленький телевизор просто смотрел и был просто вообще потрясен вообще потрясен этой славой Божьей сколько там исцелений стадион людей сидит огромный хор который прославляет Бога я смотрел и на сцене были какие-то люди служителя я смотрел думаю это какие великие люди как ну что они вообще там сидят с этим пастором Бенихином с этим таким великим евангелистом но если бы тогда мне кто-то сказал что это возможно в моей жизни я бы не поверил я просто оставался верный своему пастору оставался верным своей церкви убирал в церкви мыл полы в церкви со всеми мыл туалеты в церкви со всеми носил колонки со всеми прославлял Бога со всеми я не мог тогда бы если бы мне сказали я бы не поверил но прошло 10 или 11 лет я стою на сцене 35 тысячного стадиона 35 тысяч это же когда спел песню я вот так ушел мне казалось что я во сне у меня же такое было мысли такие я спел или не спел я вообще потерялся от этой всей славы величия столько людей и потом я сел на стул на сцене где мы все сидели музыканты сзади был две тысячи хор людей я сел и сижу вроде как будто вот так и надо вышел бы не хим шести метров от меня просто он задом ко мне потому что он туда в зал проповедует я сидел вот так сзади и он проповедует проповедует и Украина будет спасена огонь я сижу смотрю вот так сзади и мне Дух Святой говорит смотри ты в телевизоре я реально понимаю я в этом телевизоре я не должен тут быть я не мог в это поверить я просто сказал Богу Господь я согласен тебя славить полы мыть что в церкви делают мелкие мне казалось этого дайте честно братья и сестры когда меня поставили лидером ячейки в церкви и взяли в хор петь я думал сказать эти слова Господу веру сохранил течение совершил забирай меня Господь потому что что мне еще можно доверить мне казалось это такая высота я лидер домашней группы если даже это Бог мне уже доверил я думал ну это все я был даже на это не достоин но Бог мне это доверил а тут ты сидишь ты прославил Бога на стадионе сидишь проповедует и Дух Святой говорит ты в телевизоре сынок после этих слов у меня одни были слова я закрывал глаза я и смеялся и слезы у меня текли я еще раз и еще раз сокрушался перед Богом и просто ему говорил Бог ты такой великий ты берешь такое ничтожное никому не нужное вообще и делаешь нужным для кого-то знаете я если честно там в жизни там не считал себя там супер певцом я еще в мире немножко уже голос сорвал но я уже слышал тысячи свидетельств как люди переживали Бога и благодарили и говорили слава Богу за ваше служение потому что вот эти ребята вот эти ребята с которыми мы приехали мы провели вообще сотни вечеров поклонения мы все вот из группы спершатрайм Евгений Мринский Марин Сергей Ольга Марина Верхоруба у нас Рома есть там еще гитаристы мы вот вместе славили Бога и мы никогда не думали что мы попадем вообще в такую славу что мы где-то будем вообще проповедовать служить в других странах в других городах они еще вообще вот недавно всю Европу объездили с одним братом тоже там евангелизации это чудеса мы до сих пор ездим в машине иногда вот сюда даже ехали и мы говорим какой Бог великий он берет ничего незначущее и делает значущим когда пришел пророк в семью Давида Давида даже не позвали потому что он был такой невзрачный такой как сектант немножко такой аллилуйя батя аж наверное чуть-чуть так думает не зовите его сейчас придет с гитарой халлилуйя начнет там петь что-то сейчас еще пророк обидится на нас что мы привели какого-то странненького такого кучерявенького с поля овцами пахнет от него его даже не позвали так что друзья не обращай внимание если может тебя еще не заметили если ты тут тебя Бог заметил аминь и неважно кто ты кем ты раньше был он будет тебя использовать он будет действовать через тебя и ты увидишь эту великую судьбу от Иисуса Христа которую он для тебя приготовил главное чтобы ты был церковью церковью и чтобы у тебя был пастор у тебя все получится аминь не отделяй себя от церкви Иисус сказал я создам церковь и врата ада ее не одолеют пока мы церковь мы сильны и мы будем делать еще больше и больше для Бога нашел я мужа по сердцу своему который исполнит все желания я верю что в этом зале мужья и жены великого Бога которые исполнят желания Бога и Рига Латвия будет спасена аминь давайте поднимем свои руки просто правую руку положи на свое сердце пусть сейчас Дух Святой сделает то что Он хочет драгоценный 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 Иисус Дух Святой прикасайся к каждому сердцу мы хотим быть этими истинными поклонниками которые поклоняются тебе и в духе и истине мы хотим быть этими истинными поклонниками как ты сказала Давиде нашел я мужа по сердцу своему который исполнит все желания мои Дух Святой мы сегодня открыты для тебя дай нам быть церковью никогда не отделяться от этой истины пусть у каждого человека будет пастыр Боже я верю что у тебя великая судьба для этой церкви для этого народа я благодарю тебя за то что прямо сейчас ты переплавляешь наши сердца и у нас сердца не каменные но твоей любовью ты делаешь их плотяными которые способны поместить в себя твои мечты Божьи мечты и мы в этой молитве хотим тебе сказать эти самые важные слова из которых мы спасены да будет воля твоя да будет воля твоя да будет воля твоя Аминь спасибо тебе Иисус мы благодарим тебя Аминь давайте все вместе скажем да будет воля твоя давайте все вместе да будет воля твоя да будет воля твоя Аминь давайте еще раз прославим нашего Господа он чудесный он великий он любящий он прекрасный Бог братья и сестры он очень сильно любит нас его любовь вечна его любовь нельзя понять мозгами в это надо верить и это любовь это милость она переведет тебя туда о чем ты даже представить не мог вера творит чудеса Аминь и я хотел бы сегодня в это замечательное время замечательная атмосфера замечательная атмосфера хотел бы спросить если здесь есть на этом месте кто-то кто еще никогда не принимал Иисуса в свое сердце может ты первый раз сегодня здесь я уже сегодня свидетельствовал однажды я пришел на такое же собрание и так же самым мне сказали приди к Иисусу твоя прекрасная судьба с Иисусом начнется с одной маленькой молитвой покаяния через которую Бог прощает грехи если кто-то здесь есть кто хотел бы принять Иисуса в свое сердце а может ты отступал не важно по каким причинам все старое прошло самое главное что ты сегодня здесь и это Божья воля это Бог через кого-то тебя привел или может ты сам пришел сюда но я знаю что это Божья любовь и это не просто так если вы есть на этом месте пожалуйста я прошу вас придите сюда вперед придите сюда вперед кто хотел бы принять Иисуса становитесь вот сюда вот если ты есть на этом месте и ты хотел бы принять Иисуса хотел бы чтобы твоя жизнь изменилась хотел бы увидеть эту судьбу Божью в своей жизни то приходите сюда молодой средний возраст пожилой человек не важно кто ты Бог любит всех Бог любит всех Бог очень сильно любит тебя не потеряй эту возможность мы иногда призываем долго к покаянию потому что так не хочется чтобы кто-то ушел без Иисуса в сердце потому что я не знаю что может произойти я не хочу я не хочу даже пугать кого-то я реально друзья видел много людей которые не успели покаяться которым говорили но они или пренебрегали или просто говорили ну я чуть-чуть попозже сейчас я еще погуляю мы недавно ехали с другом мы насчитали 45 своих старых друзей которых уже нету кто-то попал в аварию кто-то умер от болезни кто-то умер от наркотиков кто-то умер от алкоголя мы просто считали мне страшно стало я просто понял что надо еще больше и больше служить и проповедовать Евангелие потому что дьявол не спит он хочет убивать людей и чтобы люди погибли и пошли в ад но сегодня у тебя есть шанс принять Иисуса того кто умер за тебя на Голгофском кресте принять его в свое сердце и быть счастливым человеком по-настоящему не просто существовать а жить в свете Господа Иисуса Христа если ты есть и ты еще где-то ломайся стесняйся пожалуйста выходи выходи мы кого-то еще ждем я верю что кто-то еще есть кто сейчас просто сражается с собой но ты хочешь выходи приходи это твой шанс двадцать лет назад Бог мне дал такой шанс друзья меня бы не было уже в живых то что я был просто пропащий наркоман но сегодня я живу с Господом у меня семья у меня двое детей я реально могу сказать что я счастливый человек потому что с Иисусом хорошо с Иисусом хорошо аминь может еще кто-то есть если больше никого нет то мы с вами помолимся слава Богу слава Богу что вы вышли и это самое правильное решение в жизни вы это сами поймете вы однажды будете просто такими счастливыми и скажете слава Богу что я однажды вышел сюда и принял Иисуса в свое сердце аминь вот эти все люди которых вы видите в церкви это счастливые люди потому что они однажды сделали вот то же самое что вы сегодня делаете эта молитва она очень маленькая просто ее надо говорить от сердца Богу вы не мне ее будете говорить вы будете говорить Богу и Он вас слышит аминь потому что Он вас любит закройте свои глаза чтобы вас ничто не отвлекало и просто повторите за мной эту молитву скажите отец мой небесный я прихожу к тебе и прошу тебя прости все мои грехи и своей святой кровью Иисус Христос амой мою сердце от всякого греха и от всякого порока я благодарю тебя отец что ты так сильно возлюбил меня что отдал Иисуса Христа своего единственного любимого сына на голговскую жертву чтобы я был спасен Иисус спасибо тебе что ты сделал это ради меня и с этого момента я говорю что ты мой Бог что ты мой Господь и ты мой Спаситель дьявол ты больше не имеешь места в моей жизни потому что с этого момента Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель я благодарю тебя Иисус за этот прекрасный день день моего спасения я принимаю от тебя эту новую жизнь и благодарю тебя аминь аминь я от всего сердца поздравляю вас поздравляю 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 пусть вас Бог благословит это реально очень важное и правильное решение время это поздравляю и в и я в